МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа «Республика» в студии Галина Титарчук. И сегодня в выпуске. Дороги дороги. Глава Чувашии Михаил Игнатьев проинспектировал ход реконструкции столичных дорог. От Москвы до самых до окраин россияне написали географический диктант. Максимальный срок по статьям. Чувашии вынесли приговор водителю, из-за которого погибла целая семья. В столице Чувашии продолжается ремонт дорожного покрытия и строительства новых элементов транспортной инфраструктуры. Глава Чувашии Михаил Игнатьев посетил ключевые объекты реконструкции и ознакомился с ходом работ. Этот участок дороги на пересечении улиц Ярославской и композиторов Воробьевых давно нуждался в реконструкции. Ежедневно здесь приезжают тысячи автомобилей, а в часы пик создаются пробки. Власти города взялись за решение этой проблемы. Рабочие не только обновляют дорожное покрытие, но и укладывают бордюры и тротуары. В процессе выполнения работ было выполнено усиление дорожной одежды путем ресайклирования с укладкой еще двух слоев асфальта. То есть нижний слой 6 см и верхний слой щема 20 см толщиной 5 см, что позволит обеспечить нормативную эксплуатацию дороги еще на ближайшие несколько лет. В процессе ремонтных работ будет выполнено уширение улицы Ярославской с выездом на Калининский мост, потому что это проблемный участок. На участке дороги по улице Энгельса начали появляться остановочные карманы. В будущем здесь, возможно, будет ходить общественный транспорт. Проблему еще одного оживленного перекрестка также решают. На пересечении улиц Гагарина и Энгельса появятся дополнительные полосы для движения автомобилей. Задачу увеличить пропускную способность перекрестков и улучшить дорожную обстановку столичные власти решают комплексно. На перекрестке Хмельницкого и Фучика также расширяют и обновляют проезжую часть. Восстанавливают съезды и заезды. На сегодняшний день на эту дату работы все ведутся по плану, без срывов. Поэтому есть надежда, что мы все объекты завершим в срок до конца ноября месяца. Дороги не только для автомобилистов и пешеходов, но и для спортсменов. Участок в районе Певческого поля в будущем году превратится в соревновательную трассу для ходоков со всего мира. Работы по укреплению дорожного полотна ведутся. Подрядчик использует геосетку. Также заменен верхний слой покрытия. Качество выполненной работы совсем скоро оценит специальная легкоатлетическая комиссия. В этом году на ремонт столичных дорог из бюджета было выделено около 1 миллиарда рублей. Глава Чувашии Михаил Игнатьев отметил, что органы власти тщательно выбирают подрядчиков. Все те подрядчики, которые выполняют эти виды работы, они участвовали на конкурсе. Это открыто, это публично, конкурентная среда создана. Пока работы не завершены, поэтому могу сказать, что вроде бы удовлетворительно работает, но с другой стороны, есть всегда вопросы, какие инертные материалы использовали, как технологии подготовки асфальта. По качеству соответствующие службы, я еще раз отмечаю, проверят и доложат мне, и горожанам. Как отметили столичные чиновники, ремонт дорожной сети будет продолжен и в следующем году. Татьяна Леонтьева, Александр Петров, Республика. Опыт Чувашии в строительстве нового полигона и мусороперегрузочной станции в Чебоксарах необходимо широко использовать. Такую оценку во время своего визита местным властям дал заместитель федерального министра строительства Андрей Чибис. Проблему с утилизацией отходов начали решать и в «АллатРе». Местный полигон ТБО в ближайшее время может закрыться. Что появится на его месте и куда будут вывозить мусор из города, узнавали мои коллеги. На протяжении многих лет жителям окраины «АллатРе» приходилось мириться с постоянными пожарами на городской свалке. Когда ветер подует в нашу сторону, конечно, вся гарь была в нашей стороне. Балконы мы не открывали, форчики мы не открывали. Ее каждое лето жгли. И зиму, и осень, и весну. Они ее поджигали просто, и мы задыхались в дыму. Сейчас, слава богу, первое лето этого не было. Проблему с утилизацией отходов в этом городе обсуждают давно. Муниципальная свалка исчерпает свой ресурс в ближайшие годы. Чтобы избавить местных жителей от неприятного запаха, мусор планируют засыпать землей. Сейчас настоящая свалка занимает 8,4 гектара. После разделения на два участка и строительства мусороперегрузочной станции задействовано будет всего 1,6 гектара. Стало быть, остающиеся 7 гектаров нужно будет провести рекультивацию. Будем работать строго по программе. Через 4 года здесь будет город-сад. Работают и начали. Задачи нам ставятся в Министерство природы. На данном этапе проводится вопрос по межеванию территории существующего полигона. В следующем году на этом месте планируют возвести новую станцию по сортировке мусора. Проект уже готов. После того, как в Алатаре построят новую мусороперегрузочную станцию, в каждом микрорайоне города вместо вот таких вот ржавых баков установят и новые пластиковые контейнеры для раздельного сбора отходов по отдельной емкости для стекла, бумаги и пластика. После сортировки мусор из Алатаря начнут вывозить на Новочебоксарский полигон. Тарифы обещают в городской администрации повысятся не более чем на 6%. На данный момент с населением ведется сбор платы по квадратурно. То есть как бы идет вопрос об установлении тарифа с человека. Здесь будет намного эффективнее взиматься плата. В ближайшее время в Алатаре планируют решить и проблему стихийных свалок, которые возникают в частном секторе. Местные власти уверены, что новые подходы помогут повысить культуру утилизации мусора. Дмитрий Ковалев и Сергей Рябчиков. Республика. В Шимурше огласили приговор водителю, который этим летом сбил насмерть целую семью. Судебный процесс длился более двух месяцев. Какая точка была поставлена в деле? Подробности в следующем материале. Эти кадры были сняты на видеорегистратор одного из автомобилей. Еще до приезда медиков первую помощь пострадавшим начали оказывать водители, проезжающих мимо машин. Глава семьи Михайловых, его мать и младший сын погибли на месте. Женщина скончалась от полученных травм по дороге в больницу. В той аварии спасся чудом только семилетний Артем. Но ему еще предстоит перенести сложнейшую операцию на руке. Сейчас мальчика воспитывает родной дядя. 1 августа для Алексея моему брату, братишке, исполнилось 38 лет. 1 августа. 2 августа они пошли на Кристины к сестре Оле, старшей сестре Оле. Она четвертого сына родила. Они крестили сына, они на Кристинах были. После Кристины вот эта трагедия такая случилась. Он всегда любил пешком ходить, всегда по обочине. Он боялся, что я на машине, всегда оберегался. Машину очень страшно боялся, вот от машины и умер. Машина никогда не садился. Эта авария произошла здесь, на въезде в районный центр. Следователи установили, что Валентин Кузьмин сел за руль нетрезвым. Во время судебных прений адвокат водителя пытался доказать, что он попросту не заметил на обочине пешеходов из-за неосвещенной трассы. Но истцы с этим не согласились. Разве виноват, стал бы, разве виноват, про ту армию. Нет ни в коем случае не виноват. Ибо обзор был великолепный, видимость прекрасная. Дневное время суток, хотя и недель, но в то же время 19 часов, то есть в августе месяце это сверху. Есть железные правила, пункт 10.1, где есть иные моменты, что водитель должен ехать такой скорость, чтобы предупредить любые непредвиденные ситуации. В данном случае, раз, он должен будет предвидеться. Водителю не помогли и его раскаяния перед родственниками погибшей семьи. Валентин Кузьмин уже отбывал наказание за наезд на пешехода. В этот раз ему назначили максимальный срок по этой статье. 8 лет лишения свободы. Анастасия Алексеева, Дмитрий Ковалев, Игорь Зверев, Республика. Министр внутренних дел почувавшей Сергей Семенов уходит в отставку. О своем решении он объявил сегодня во время видеоконференции с руководителями районных органов внутренних дел. Сергей Семенов был переведен в Чувашию 4,5 года назад из Чулябинской области. Генерал-майор полиции отметил, что принятое им решение об отставке не связано с какими-либо политическими амбициями и служебными вопросами. Конец цитаты. Сергей Встафьевич поблагодарил коллег за совместную службу. Самого же министра внутренних дел накануне наградили медалью ордена за заслуги перед Чувашией. Награду вручил глава Республики Михаил Игнатьев. Дорогой Российской Федерации! Сегодня утром в Пулково приземлился второй борт со станками пассажиров рейса 92-68 «Шарм-эль-Шейх» Санкт-Петербург, разбившегося в субботу на Синайском полуострове. Это самая крупная катастрофа в истории России. В ней погибли 224 человека. Дети, занимающиеся в кружках Дома творчества Московского района, провели акцию памяти о 17 маленьких пассажирах трагического рейса. В Доме детского творчества занятия идут по расписанию. Вот только в фойе на экране телевизора лица именно погибших 31 октября в небе над Синаем. А родители, бабушки и дедушки не кротают время в разговорах. У всех на одежде черные ленточки. Такие трагедии часто или не часто, они всегда приносят в каждую семью, в каждый дом сострадание, переживание. И лично, и для меня тоже, все мои родственники, мы очень сильно переживаем за тех людей, которые попали просто, может быть, в эту ситуацию. Но это может случиться со всяким. Черные ленточки и у девочек, которые разучивают новый танец. Композиция капельки вызывает первую ассоциацию слезы. Всем воспитанникам Дома творчества, даже самым маленьким, объяснили. Страна плакивает людей, погибших в авиакатастрофе. Педагоги уверены, воспитывать сострадание можно и нужно с детства. Это очень заметно по лицам наших детей, наших педагогов, наших родителей. Однозначно. Все знают, это горе охватило всех. И думаю, не только жителей России, но также за пределами Российской Федерации. Занятия прерывают, чтобы выйти на улицу и выпустить белые шары. Они давно стали символом наших просьб и молитв, обращенных к небу. Сейчас вся страна просит, чтобы больше никогда не случалось таких трагедий. Прежде всего мы это делаем для того, чтобы поддержать родственников погибших. Потому что я сама летала на самолете много раз и мне очень жалко их. Завтра день народного единства. На всех мероприятиях вновь будут вспоминать жертв самой крупной в истории России авиакатастрофы. Потому что мы едины не только в радости, но и в горе. Елена Гальперина, Игорь Зверев, Республика. Завтра, 4 ноября, россияне отметят День народного единства. Праздник учрежден в памяти событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Впервые в России День народного единства отмечался в 2005 году. Однако это не новый праздник, а возвращение к старой традиции. По преданию, именно икона Казанской Божьей Матери помогла ополченцам 4 ноября или по июлянскому календарю 22 октября освободить Москву от польских интервентов. Так, до 1917 года, 4 ноября, отмечали День благодарности Пресвятой Богородицы за ее помощь в освобождении России. В День народного единства по всей стране проходят митинги, концерты и патриотические акции. В столице Чувашии также запланированы мероприятия. Так, в Театре оперы и балета пройдет второй Республиканский фестиваль национальных культур «Единая семья народов России». В фойе театра будет организован показ национальных костюмов Чувашии Многоликое. Все народы, проживающие на территории нашей республики, примут участие в фестивальной программе. Творческие коллективы районов и городов национально-культурных объединений Чувашии Республики. Работа фестиваля начнет с открытия выставки в 10 часов утра. Торжественное открытие запланированное мероприятие будет в 11.00. Также, по традиции, 4 ноября от Веденского собора пройдет крестный ход. Он завершится у храма Рождества Христова, где состоится праздничный молебен. А в 13 часов на Красной площади чебоксарцы соберутся на митинг, посвященный Дню народного единства. Близится ночь искусств. Эта культурно-образовательная акция пройдет во многих регионах России уже в третий раз. Готовятся к ней в учреждениях столицы Чувашии. Правда, в этот раз формат акции несколько изменился. Увеселительные программы отменены или заменены на просветительские в знак скорби по погибшим в авиакатастрофе. Акция начнется вечером 3 ноября. Искусство объединяет. Под таким девизом пройдет ночь искусств в этом году. Мероприятия для художников и фотографов, музыкантов и поэтов, юных и пожилых ждут чебоксарцев. В рамках акции будут сочетаться разные жанры. Литературные чтения, музыкальные выступления, театральные постановки и мастер-классы. Присоединится в этот день к акции и национальная библиотека, которая подготовила киносейшн «Смотрим кино, читаем книгу». У всех любителей кино появится возможность посмотреть любимые отечественные фильмы «Бриллиантовая рука» и «Алые паруса». Ночь искусств также пройдет и в музей космонавтики мемориального комплекса летчика-космонавта СССР Николаева, где можно будет понаблюдать в телескоп за небесными светилами. В воскресенье по инициативе Русского географического общества во всей стране прошла всероссийская образовательная акция «Географический диктант». Самый масштабный, самый увлекательный урок географии и истории, который когда-либо проводился в Чувашии. Подробнее в репортаже наших корреспондентов. Образовательная акция «Всероссийский географический диктант» прошла по инициативе Владимира Владимировича Путина и приурочена к 170-летию со дней организации Русского географического общества. С помощью диктанта можно не только проверить знания нашей страны, но и напомнить о безограничных возможностях этой науки. Для большинства участников географический диктант – интеллектуальное развлечение, тогда как для организаторов этот проект – серьезное исследование. Цель – понять, как население знает географию. Вот этот вот диктант, он должен выявить основные пробелы и в образовании, и в госстандартах по географии. Ну а в целом это еще раз возможность посмотреть, насколько мы знаем нашу страну, потому что мы не можем любить то, что мы не знаем, а это и есть воспитание патриотизма. У географического диктанта география самая широкая – вся страна от Дальнего Востока до Калининграда. Написать его мог любой желающий, прошедший онлайн-регистрацию. Тема первого диктанта – «Моя страна – Россия». Его участникам пришлось за 45 минут выполнить 25 заданий. Диктант состоял из трех больших блоков, в которые входили теоретические понятия «карта» и географический образ страны в произведениях русской культуры. Мне всегда была интересна география, это был одним из моих любимых предметов в школе. Написав диктант, сейчас понимаю, что в принципе знания какие-то еще и у меня есть. В Чувашии диктант написали 781 человек, в том числе и 13 учащихся коррекционной школы. Самым младшим участникам было всего 8 лет, а самому старшему – 79. Каждый участник получил персональный номер, по которому после 10 декабря на официальном сайте Русского географического общества можно будет узнать свои результаты. Мария Леончик, Расиль Мухаммедов, Республика. Участники патриотических клубов, юно-армейцы различных силовых подразделений, а также кадеты из Маргауш и класс МЧС, из лицея Государственной службы и управления МЧС, сегодня боролись за звание лучшего патриотического отряда Чувашской республики. Кто стал победителем в республиканском фестивале военно-патриотических объединений клубов, узнала Екатерина Куприна. Патриотическое воспитание в России – один из приоритетов образования. В Чуваши уже немало патриотических клубов и юно-армейских отрядов, в которые может вступить каждый школьник. Чаще всего подобные объединения открываются при школах. Но, например, в полицейскую академию при наркоконтроле Чуваши могут поступить все ученики средних и старших классов, которые видят себя через 10 лет в военной форме. С каждым годом все больше и больше ребят приходят заниматься в клубы, занимаются военной подготовкой, занимаются прикладными, техническими видами спорта. Ребята активно проявляют себя в интеллектуальных конкурсах, связанных с историей России. 17 команд соревновались на 7 площадках, включающих в себя теоретические и практические знания. Первый и самый ответственный конкурс – «Моторстрой песни». Именно от того, как покажет себя команда на импровизированном плацу, зависит мнение жюри. Помимо общего зачета, каждый участник фестиваля может одержать победу и в личном зачете. Например, быстрее всех срать автомат. Или сделать пять выстрелов из пяти точно в цель. Мы довольны своими результатами. Не так совсем было тяжело. Но годы усердных тренировок дают знать о себе. Я надеюсь, что в будущем все будет так же хорошо, даже еще лучше. Отличная физическая подготовка – только половина успеха. Чтобы стать лучшей командой, ребята должны пройти интеллектуальный тест на знание истории Дня Народного Единства и оформить боевой листок. После всех соревнований стало ясно, что военно-патриотический клуб «Антитеррор» оказался подготовлен лучше соперников. Он и стал победителем фестиваля. Екатерина Куприна, Андрей Спиридонов, Республика. Командный чемпионат Европы по легкой атлетике, прошедший в середине июня в столице Чувашии, признан лучшим спортивным событием 2015 года по версии Всероссийской Федерации Легкой Атлетики. Награду из рук президента Европейской Легкой Атлетической Ассоциации получил исполнительный директор Федерации Легкой Атлетики Чувашии, заслуженный тренер России Николай Панфилов. Свен Арне Хансен отметил высокий уровень организации континентального турнира в Чебоксарах и выразил надежду в России, в ближайшем будущем будет проведен чемпионат Европы. Между тем, в Чебоксарах завершился очередной турнир на призы регионального управления Федеральной службы России по контролю за оборотом наркотиков. В этот раз соревнования под девизом «Дети за здоровый образ жизни» прошли среди дзюдоистов 12 и 14 лет. Как встретили представители закона юных спортсменов в нашем следующем сюжете. Турнир под дзюдо на призы регионального управления проходит четвертый год, с каждым разом расширяя свои географические рамки. Помимо спортсменов Чувашии, в этом году в соревнованиях приняли участие представители 12 иногородних команд. Прежде всего мероприятие призвано пропагандировать здоровый образ жизни. Это самое главное. То, что ребята и девчата приезжают, причем издалека приезжают, и в дни школьных каникул, это тоже говорит о многом. И о том, что они хотят быть здоровыми, хотят проявить себя, хотят побеждать. Стремление побеждать – это не самое плохое качество в жизни. Но перед тем, как выявить лучших, юных участников ожидало показательное выступление бойцов подразделения спецназначения «Гром» управления федеральной службы, которое заставило затаить дыхание всех присутствующих. На турнир приехали побеждать около 200 дзюдоистов. Им предстояло разыграть 13 комплектов наград. Каждый выход на татаме требовал от спортсменов огромных усилий. Медали достаются нелегко. В том году я занял третье место. Тогда было не так тяжело, потому что народу было поменьше. Сами такие соперники были не очень сильные. А сейчас они как бы поопытнее, народу побольше. Ну, конечно, я пришел победить, но проигрывать я просто так не буду. Главное для меня сейчас занять первое место. Я на этих соревнованиях первый раз. Я много участвую в таких кубковых соревнованиях. И люблю дзюдо. Надо выиграть и стараться уважать себя. Главный трофей достался лидерам общекомандного зачета. И тут первыми оказались хозяева соревнований – представители города Чебоксары. А значит, Кубок регионального управления Федеральной службы России по контролю за оборотом наркотиков остался в Чувашии. Екатерина Абрамова, Игорь Зверев, Республика. Это все новости. Я прощаюсь до четверга. И удачного вам праздника. Редактор субтитров А.Семкин